И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, а также добро пожаловать в рубрику Ингвар Ньюс, где мы рассматриваем различные новинки. Либо мы просто общаемся на какую-то тему. Сегодня мы снова будем рассматривать очередные лего новинки, которые вот-вот будут продаваться в магазинах, мы сможем их приобрести, распаковать, показать и так далее. Мы сегодня рассмотрим то, что возможно вы еще не видели, возможно то, что вы видели, но все равно можно и у меня посмотреть, послушать мое мнение, и возможно и ваше мнение тоже здесь поменяется, возможно даже кардинально. Значит мы сегодня рассмотрим очень даже новую серию по супергероям, конечно это слегка перезалив, скажем так, серии, если так можно выразиться, и немножечко наборов по Лего Сити. Вот что мы будем сегодня рассматривать, так что я не буду тянуть, вступление сделано, и переходим к рабочему столу. Что ж, вот еще один наборчик у нас по вот этой серии, скажем так, как бы Сити, не Сити, но можно и причислять к Сити, это у нас как бы получается, как это правильно называется, саванна, джунгли, не джунгли, животные, спасение, скажем так, животных, природа и так далее. То есть вот эта вот серия, ну наборчик даже не знаю, дополнит конечно предыдущие наборы, может быть от наборчик спорные, но у нас есть много здесь плюсов. Во-первых, это животные, они прекрасны, хороши. Фигурок вроде имеется тоже немало, это тоже прекрасно. Машинка, ну да, соглашусь с другими, она сделана достаточно прикольно, хорошо, и она здесь вписывается, и скажем так, по дизайну нормально. Лодка, ну пусть будет, почему бы и нет. Конечно, да, база на деревьях может быть такой и не существует, кто-то скажет, но что-то подобное может, я думаю, и может быть, хотя надо было передать по-другому, но они вот сделали так. Возможно, да, вот эта вот главная постройка, она немножечко не такая. Маленький вертолетик, ну пусть будет такое, что подобное у нас существует, ну и вот это что-то, возможно, в реальности и есть. То есть, как бы и скала, и дерево все вместе, то есть, я не могу сказать, что это ужасный набор, нельзя так заявлять, что это самый ужасный набор, нет. Он не шикарен, я соглашусь, он не идеален, но вот такой наборчик, где нужно будет самому что-то подделать, сделать, и лучше его взять по акции. Вот такой у нас изображение имеется, ну неплохо, нормально, ну и еще вот такое, как бы да, вот он весь наш наборчик, еще даже вот это будет сделано из лего, часть воды, скажем так, можно будет как будто там водопад, то есть идет вода, потом бац, туда вниз. Ну, не знаю, конечно, не супер шикарный, соглашусь, наборчик, но думаю, по скидочке взять можно и его доработать. Следующая, вот такая у нас картиночка маленькая имеется, это наборчик у нас не 4+, а 5+. То есть получается, как бы, чуть ли не обычный наборчик, да, тут у нас имеется, как бы, вот тут у нас такое вот изображение получше имеется, 4 фигурки, что, наверное, неплохо, 4 фигурки, прекрасно. Скажем так, у нас получается, здесь совмещено 2 серии, то есть полиция и пожарная. Значит, 1 бадюган, 2 полицейских и у нас одна, скажем так, пожарная женщина. Дальше, вертолетик, возможно, он и неплох, хотя, может быть, и не идеален, но вот лодочка, не знаю, может, тоже запросенькая. Я заметил, что в последнее время стали к вас много больших крупных деталей. Да, это неплохо, но лего, мы знаем, что, как бы, что такое вообще лего, это что-то из мелких деталей получается огромное, да. А тут получается огромное основание, скажем так, лодки. Вот это огромная деталь, стекло, и получается, ты за 2 секунды соберешь эту лодку, ну, как бы, да, может, круто, но уже не так будет интересно, как раньше, да, тебе приходилось эту лодку, может, собирать дольше. Хотя основание всегда было такое, цельное, но здесь нужно было немножко помочь, а здесь как-то раз-два и все готово. Эта лодочка уже мне как-то поинтереснее кажется, ну, и вот этот у нас, как бы, маяк-не маяк, полицейский пункт, что-то такое, может и неплохо, но даже не знаю. Если, например, у вас имеется много различных наборчиков по полиции, скажем так, водной полиции и так далее, возможно, он туда впишется очень даже хорошо, можно будет доработать что-то, и вообще получится конфетка. Но здесь, с одной стороны, выглядит очень даже и простенько, то есть по дизайну он простой, какая-то башенька, тут какой-то пунктик и тут тюрьма. Все, больше ничего интересного как бы нету, как бы тут можно свои, скажем так, вещи разместить и все. То есть постройка, ну да, соглашусь, она такая себе вышла, то есть вроде что-то и есть в ней, вроде бы пытались что-то, скажем так, в ней интересного сделать, но не получилось. То есть все остальное вроде неплохо, но тоже не шикарно, то есть вот такой наборчик у нас имеется. Дальше, как я понял, это, вот я не совсем даже вот понял, это вот мешочек или коробочка, но если это поли бяк, очень даже круто. Если это маленькая коробочка, которая стоит 6-7 евро, я бы, наверное, взял бы, потому что тут у нас имеется обезьянка, ну фигурка фигуркой, конечно, но неплохо. Ну вот такая лодка на воздушных подушках, что очень тоже неплохо. Оригинально подобного у меня не имеется и был бы один наборчик из этой серии, почему бы и нет? Если он будет в виде коробки, я этот наборчик под скидочкой обязательно возьму и вам тоже рекомендую, почему бы и нет. Дальше у нас такой поли бяк по Марио, вроде бы неплохо, да, у нас такая, скажем так, не фигурка, а монстрика сборный был в серии Марио, но если вы тогда не нашли, не имеете, то можете приобрести такой мешочек, поставить на полочку, то есть тут у нас получается часть уровня, то есть у нас имеется, скажем так, монстрик, где он находится, имеется кубик, на который может Марио встать, что-то будет происходить, и то есть очень даже хорошее дополнение. Мешочек, честно, хороший, классный, я бы приобрел бы, если бы у нас полы бяки продавались бы тоннами, но, увы, это не так. Дальше у нас немножечко наборчиков, если у вас один наборчик по Микки Маусу, вот такая ферма, Дональд и Микки, и даже выглядит неплохо. На этом фоне смотрится очень даже хорошо, и как будто это все из мультика взято, и вот тебе вот такой наборчик, потому что вот ощущается так, опять маленькая картинка, очень плохо видно, но фигурки вроде бы неплохие, у нас имеется там лошадка, если не ошибаюсь, все нормально, остальные постройки вроде тоже хорошо, но вот эта вот тележка, другая тележка, это очень даже хорошо. Трактор, трактор очень даже неплохой, хорошо сделан, грубых моментов я не вижу, очень приятный, милый трактор, ну и вот такая как бы загон-не-загон, что-то наподобие этого, часть загона, часть такого домика огромного, неплохо, да, он будет плоский, скажем так, но с ним что-то можно будет поделать, и там еще что-то можно разместить, то есть, ну, неплохо, неплохой такой наборчик, их стоит, наверное, будет 40-50 евро, но по скидке, я думаю, можно взять. Все, всякую мелочевку мы рассмотрели, теперь самое основное данного видео. Мы будем рассматривать наборчики по супергероям Marvel, если не ошибаюсь, да, это так называется, это у нас называется серия The Infinity Saga, то есть сага бесконечности, получается, по супергероям уже настолько нечего делать, что они решили перезапустить, как бы скажем так, серию, и, возможно, еще что-то дополнить и что-то переделать, чтобы было когда-то сделано. Но, тут есть свои и плюсы, тут есть свои и минусы. У нас имеется Iron Monger, огромный, гигантский, скажем так, Железный Человек, это не костюм Железного Человека, это, конечно же, не Халкбастер, а это у нас, скажем так, костюм вот этого злого дяденьки, это из первого фильма Железный Человек, я такого врага помню, такого огромного Железного, как бы, человека я помню. Если вспоминать фильм, он выглядел гораздо круче, интереснее. Здесь, да, возможно, по картинке здесь кажется, блин, а вроде и ничего. Но вот если, например, начинать рассматривать, то получается, ноги вроде бы и ничего сделаны, честно, вроде нормально, неплохо, необычно, может, есть свои маленькие тут минусы, но придираться к ним не будем. Но туловище, может быть, тоже ничего, но оно должно быть, вроде, снижаясь, крупнее. Здесь оно не такое, то есть тоненькое, скажем так, худенькое. Мы помним из фильма, что туловище огромное, да и тем более называется Iron Monger, то есть получается гигантский железный, скажем так, робот, мех и так далее. Руки, может, и неплохо, но тоже, может, слегка за худенькие, но голова, она вообще, ну, не такая. Голова не должна быть такой гигантской, должна быть маленькой, могли бы как-то из лего деталей сделать, а тут вроде и похоже, вроде что-то старались, вроде у них получилось, но не идеально, не шикарно. Остальное, фигурки у нас вроде неплохо, всё хорошо, но сам Iron Monger вроде получился и неплохо, но могло быть гораздо и лучше выйти. Дальше у нас вот такой наборчик будет иметься, что-то подобное вроде выходило или нет, не совсем понимая по какому это фильму, третьему или четвёртому, скажем так, Мстители, или ещё по какому-то, или это по четвёртому. То есть получается наш Танос в тюрьме. Так оно или нет, и тем более я не припомню, чтобы у нас Танос сидел в тюрьме, вот так вот как бы сидел и думал, блин, что же мне делать такого, я не припомню, так что не совсем я понимаю, о чём это набор, откуда, если вы знаете, то обязательно напишите в комментариях. Этот моментик я, конечно же, помню. Из фильма это, получается, по Мстителям 4, Грузовичок, это всё помню, всё классно, но он не сидел в тюрьме. Как это? Вроде бы не сидел. Почему? Капитан Америка. То есть по фигуркам у нас всё здесь замечательно, прекрасно. Но почему у нас Танос сидит в тюрьме? То есть очень непонятно там показано. По фигуркам всё, конечно же, шикарно. Моментик из фильма. Финальная часть четвёртого, скажем так, фильма Мстители. Да, конец игры. Но, увы, вот такая вот имеется непоняточка. Сам домик очень даже неплохой, приятный, такой стильный. Но есть вот такой маленький непонятный минус, возможно. Значит, вот ещё такая картиночка имеется. Тут у меня разные будут повторяться. Маленький наборчик, который будет стоить либо 10 евро, либо даже 12. Ну, даже не знаю. У нас имеется Капитан Америка. Неплохо. Самый дешёвый вариант его заполучить, скорее всего. У нас имеется враг. Как бы, да, ну, можно и без этой фигурки обойтись. Но тут у нас ещё имеется вот такая маленькая постройка. Ничего сверхъестественного в ней нету. И мотоцикл. Вроде круто, а вроде уже похожее было. Стоит ли этот набор покупать или нет? Даже не знаю. Скорее всего, нет. Но если вам хочется заполучить эту фигурку и иметь подобный мотоцикл, почему бы нет? Но только по акции. А так, я не вижу смысла брать этот набор, потому что, честно, смысла в нём почти что и нет. Вот ещё такая картиночка имеется. Теперь у нас вот такой ещё кораблик. Имеется будет это по Пантере, если не ошибаюсь. Я фильм Пантеру не видел. Корабля такого я не видел. И особо ничего сказать не могу. Но выглядит очень даже оригинально, интересно. Такая как стрекоза, не стрекоза. Что-то наподобие этого корабля, правда, получился неплохо. Да, открытый пен имеется. Это не так страшно. Но вот здесь, когда он в таком виде, получается, в фильме именно так он раскрывался. Вроде выглядит и круто. Но как-то можно было бы сделать, чтобы что-то ещё здесь такое интересное было. Может быть, какой-то такой интересный рельеф. Но вышло так. В целом, неплохо. Я доволен. Выглядит, правда, круто. Такая у нас картинка имеется. И самое, что меня очень удивило и порадовало, это, как бы, получается, в серию... Ну, не то, что бюс входит. Ну, в серию 18+. Это перчатка, конечно же, бесконечности. Перчатка Таноса. И она даже сногсшибательна. Честно, получилось очень даже хорошо. Открытых пинов практически не имеется. Чуть-чуть есть. Но это нормально. Мне лично они не мешают. Возможно, мешают кому-то. Но мне нет. У нас здесь, во-первых, большущий плюс, что здесь в основном у нас золотые детали. Это вообще что-то с чем-то. Кругом одни золотые детали. У нас имеется 6 камушков. И смотрится тоже хорошо. Рука сделана, правда, пропорционально хорошо. То есть, каждый пальчик сделан нормально. То есть, он не за маленький, не за большой, не за толстый, не за тонкий. Все очень даже хорошо. Ладонь тоже нормально. И вот эта часть у нас тоже хорошо сделана. То есть, еще и на подставочке. Снять можно будет или нет, я не знаю. Но было бы круто, чтобы ты мог туда еще руку засунуть. И тоже сделать вот этот щелчок. Но, увы, наверное, так нельзя будет сделать. Почти 600 деталей. Честно, такую вещь поставить на полочку, я думаю, можно. Рекомендую всем. И как бы ничего страшного, что тебе 30 лет, а у тебя такая вещь стоит. Ничего в этом плохого нет. И у нас еще вот такой корабль по стражам галактики. Подобный выходил. Но этот, видимо, будет в 100 раз круче. Возможно, да, он выглядит поинтереснее. Вот тут вроде бы переделано слегка. Но пины открыты, ничего страшного. Вроде бы выглядит как и тот. Но он отличается, значительный или нет. Я только пару моментов вижу. Фигурки как бы у нас имеются разные. Вроде бы все в тему. Нормально, хорошо. Здесь больше ничего не нужно. Просто корабль и все. Это круто. То есть, вот у нас такое еще изображение имеется. Ничего плохого про корабль я говорить не буду. И последнее, что я узнал очень недавно. Получается, у нас такой будет наборчик по Спайдермену. Получается, это офис, где работал у нас, получается, КПОК. И там еще у нас вот этот шеф, имя, к сожалению, вылетел из головы. Различные тут у нас имеются персонажи. И октопус у нас имеется. И мистерия у нас имеется. И так далее. Еще различные супергерои у нас имеются. То есть, получается, постройка, наверное, будет вот так усенькая. Огромная. Что-то там еще внутри будет. Различные, наверное, там офисы, стулья, кабинеты и так далее. И то есть, будет очень дорого, я думаю, стоить. Но это очень даже крутая оригинальная вещь. И вот, что должно быть в Лего. Если будут изображения получше, обязательно рассмотрим в следующих видео. Что ж, столичка новостей на этот раз. Мы рассмотрели совсем немножечко. Чуть-чуть Сити, чуть-чуть еще чего-то. И, конечно же, рассмотрели наборчики по супергероям. Как бы неплохо, что перезапуск, скажем так, имеется такой. Не знаю, насколько это у нас продержится эта вещь. То есть, это только на второй полгодия этого года. Будет еще весь следующий год так выходить. Если да, может быть, что-то получится мне приобрести. Потому что, правда, я много чего пропустил. И некоторые наборчики я хотел бы заполучить. Но просто уже сейчас их не найти. Вроде и неплохо вышло. Но есть свои маленькие недочеты. Но, как бы, это Лего. У Лего невозможно найти суперидеальных наборов. Их есть, но не так уж много. Есть хороший набор. Очень даже хороший. Но там вот есть маленький минус. И, как бы, блин, можно было исправить. Но они решили почему-то так оставить. Ладно, ничего страшного. У всех свои вкусы. Возможно, кому-то и понравится наборчик 4+. Пусть он будет восхвалять его. У всех своих вкусов. Все. Пожалуй, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео. И, конечно же, увидимся в новых свежих видео и рубрике InGuar News, где мы рассматриваем различные новинки. Это Лего, это трансформеры, WBA фигурки и так далее. Либо просто общаемся. Все. Всем спасибо. Всем удачи и всем пока.